Всем еще раз доброе утро. Ну раз уж мы начали лесную тему сегодня, то грибами и продолжим. Преподаватели Красноярского аграрного университета. Охотовед Дмитрий Николаевич Веленюк у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Доброе утро. Сегодня про грибы поговорим, как правильно их собирать в этом году раньше обычного. То есть у меня отец мне в середине июля присылает корзинку рыжиков и говорит, вот набрал первые. Обычно это конец августа, начало сентября было раньше. Фотографию тебе прислал? Да, фотографию. То есть он набрал. И вот резонный вопрос, неужели с климатом связано, что сейчас прохладное лето? Ну давайте наоборот. Такого года, как сейчас, не было давно. То есть вы обратите внимание, в водохранилище нет воды, хотя снега было много. То есть абсурдная ситуация. В мае были высокие температуры. То есть смещение на месяц. Лето началось раньше на месяц. И у многих растений, скажем так, животных, все сместилось. И в этом году, в первые две недели июня, одновременно в лесу начались и маслята, и лисички, что вообще странно. Даже рыжики, которые осенний гриб. То есть произошло смешение. И я не знаю, к добру это или к плохому, или к хорошему. К чему это приведет? Но грузь до сих пор. Вот Ачинская группа районов, грузь собирают по 4-6 ведер в день. Обычно он уже заканчивался к августу, да? Ну там есть понятие волна. То есть он начинался, потом заканчивался. То есть определенный. Там через какое-то время вторая волна шла. А сейчас его режут, вот считайте, уже 3 недели подряд его режут, режут, режут. То есть грибники радуются в этом году? Год, да, вот такой хороший. Грибной год? Да. Грибной год. А возле Красноярска уже опята режут, да? То есть тоже на месяц смещения. То есть год не совсем понятный. Хотя в этом же году, я бы не сказал, что он плохой для всего, да? То есть вот для грибов хороший. Кедр по всему краю, кедр плодоносит так, как не плодоносил, наверное, лет 15. То есть от мелкого кедра до крупного, он весь, все вершины синие. Это не только центральная группа районов. Это вот я сейчас вернулся с Труханска. Там подрост полтора человеческих роста кедрочки, у них вся вершина ожгнется от ореха. То есть с одной стороны тоже получается, что этот год удачен для кедра и для гриба. А, скажем, для других видов, скажем, для той же рыбы. Отсутствие воды на водохранилище, вся икра погибла. Потому что уровень падает изо дня в день. Вся икра, которая отметала рыба в мае, начале июня, она вся оказалась на земле. Вот здесь плохо. Поэтому сказать, что год великолепный, я бы не сказал. Потому что для одних хорошо, для других плохо. Здесь плюсы и минусы. Но мы про грибы. Давайте тогда про грибников. У них все вроде хорошо. И как нам определить, какой лес должен быть для того или иного гриба? Где собрать лисички, где рыжики собрать? Ну и так далее. Ну есть понятие, рыбак всегда знает, где живет рыба. Если вы собираетесь идти за груздями, то должен быть свойственный для груздей лес. Для рыжика другой лес. Для тех же белых грибов третий вид леса. И если мы сейчас будем рассказывать о каждом грибе, о каждом риде леса, это будет... Лекция. Да, лекция. Самый простой вариант. Где вы будете собирать опята? На пнях. На вырубах. Там, где березовые, там пеньки, да, они так, там, 3-4 года назад срублены, будет масса опят. Если вы хотите идти за груздями, то должны быть светлые леса, да. То есть это не должен быть сосновый бор и так далее. В сосновом бору вы наберете и белых грибов, и рыжиков, кстати, да, под хвойным. Да, вообще шикарная вещь. Самые мои любимые грибы. Рыжики? Нет, три вида я люблю. Это сморчки весенние. У нас мало кто их собирает, но это вкуснейший гриб весенний. Это вообще взрыв вкусовых ощущений. Вам серьезно говорить? Вкуснее. Уже захотелось прям сморчки. Умеет Дмитрий Николаевич влюбить в сморчки. Грузди, грузди и, скажем, рыжики. Это вот солонина. Ну и царский гриб, это белый гриб, сушеный, скажем, зимой. Вот при помощи белого гриба вы можете сделать любое блюдо вкусным. От перловой каши до пшенки. Куда бы вы ни добавили, вкус будет прекрасный. Это я согласен. Те, кто, возможно, еще не ходили до этого по грибы, а вот сейчас хотят начать. Что нужно делать? Что с собой взять грибнику? Обязательно нужно ножик взять с собой в лес, когда бегут. Не вырываем грибы, да? Правильно? Мы же обрезаем их? Да. Существует несколько методов, да, и, скажем так, до конца не определено, что лучше. Выкручивать гриб вместе с корешком, потом его обрезать, либо срезать сразу. Есть разные мнения. Но самый простой вариант, если вы будете выкручивать, вот эта земля с корня, да, будет попадать к вам в общую корзину, это плохо. Я всю жизнь срезаю грибы. Что надо взять с собой? В первую очередь надо одеться хорошо, да, так, чтобы у вас хвоя не засыпалась за шиворот, не попадала там сапоги и так далее, чтобы кровососущие вас не кусали. Кроме ножа, емкости для грибов надо взять что? Спички, либо зажигалку. Потому что никто не застрахован, что вы не останетесь там на ночь и так далее. То есть, если вы тем более пошли первый раз. Поэтому костер для вас будет и спасением, и теплом, и вас найдут по нему. Своим студентам-охотоведам я говорю, что нужно всегда брать с собой в лес веревку полтора-два метра. Это вещь очень хорошая. То есть, ну, не дай бог что-то случилось, вы подвернули ногу, наложить шину чем, положили две веточки, досточки, привязали веревкой. Это вообще вещь такая хорошая. И я с собой ношу всегда кусочек бересты, потому что даже если дождь, на любом болоте и так далее вы сможете развести огонь при помощи бересты. Властные советы. Спасибо. Надо знать, куда идти, если вы идете первый раз, брать с собой кого-то из местных жителей, из тех, кто уже собирал. Либо просто идете за ними по звуку. Они все равно между собой переговариваются. Вы наберете меньше, но вы никогда не потеряетесь. Зато место изучите. И в следующий раз придете и заберете больше. Грибы любят одни и те же места. Если вы в этом году здесь нашли хороший урожай, не обязательно, что он будет на следующий год, но через год 100% вы придете первым и соберете все. У несъедобных, ядовитых грибов есть ли какой-то отличительный признак, особенность? Или... Ну, только по визуальному восприятию. Вы должны заранее знать, что, скажем, мухомор выглядит вот так. И его нежелательно вообще срезать и класть вместе с съедобными грибами. А как же ложные маслята, например? Ну, вы если видите и тот, и другой масленок, да. Ну, вы брюнетку от блондинки отличите. По каким признакам? По цвету. А, ну да, визуально. Здесь то же самое. Вы знаете, что вот эти грибы несъедобные, здесь съедобные. Поэтому... Надо купить книгу. Короче, я для себя решил, что если я иду за, допустим, рыжиками, то я собираю только их. Если за лисичками, то только их. Вот это белый гриб, да, на фотографии у нас. Вот тоже только их собираешь и все. А подождите, а вот, то есть нельзя в одну королинку собирать разные грибы? Ну, то есть то нашел, то и складываю все в одно. Ну, это лес-то, понимаешь, разный должен для грибов быть. Ну, я, может быть, из одного в другой перешел. Можно. Никто вас в тюрьму за это не посадит. Но дело в чем, скажем, грузди, перед тем, как употреблять пищу, их надо вымачивать, да, там, трижды менять воду и так далее. А, скажем, тот же рыжик вы можете посолить солью и тут же кушать. Сразу? Сразу. И никаких проблем не будет. Класс. Вот слово сыроежка, да, звучит сырым, едим. Попробуйте ее хоть раз. Вкус хины. Это будет жуткий рвот, рефлекс вы проглотить не сможете. Хотя звучит сыроежка. Я о другом. То есть, когда вы кладете в одну емкость и те грибы, они все равно перемешиваются. Частицы грибов одних попадают в другие. И потом, когда вы будете готовить, будете жарить грибы, не дай бог, туда попадет кусочек тех же груздей, которые нужно вымочить перед употреблением. А если его сразу пожарят груздей? Просто невкусно будет? Вы отравитесь. Отравиться можно. Ну, не наш, но, скажем так, пищевое отравление будет. Дмитрий Николаевич, где нельзя собирать грибы? Вы говорили нам за кадром, что надо от трассы отойти подальше. Да, да. Вот почему я никогда не покупаю овощи и даже те же дыни возле трасс? Почему нежелательно покупать на рынках грибы? Потому что вы не знаете, где их собрали. Возможно, даже здесь, в городе, вот шумпиньоны собирают. Смотрю, люди ходят вдоль дорог. Они, как губка, собирают на себя все отрицательные вещества. То есть тот же свинец и так далее. Он берет все из почвы, все, что осаждает. Грибы, которые люди собирают в Емельяново, в районе аэропорта, то же самое. Ну, вы хотите жить очень недолго, тогда да. А так, ну, все, что сгорает, падает сюда, и грибы берут на себя. Это ужасно. Тут же, скажем так, есть территории Российской Федерации, из которых зарубежные страны не закупают сушеные грибы. Есть. Они связаны с тем, что космические корабли взлетают, там какие-то выпадают. То есть рядом с определенными технологическими предприятиями не желательно. То же самое с медом. Значит, пчела, собирая пыльцу, собирая мед, да, то есть она то же самое может принести в мед отрицательные вещи. Поэтому трассы, в первую очередь, заводы. Чуть подальше отошли. Ну, давайте, вы же не будете кушать грибы, собранные возле алюминиевого завода. Вы даже там собирать не будете и так далее. Это не надо. Грибы не растут, возможно? Вот. Нет, грибы будут расти везде. Это одно, это живой организм, который существует на планете Земля, наверное, дольше всех. И он пережил все. И падение космических метеоритов, и все, что угодно. И они выжили всех и пережили всех. И переживут и нас, я вам гарантирую. Поэтому это уникальный живой организм, который приспосабливается ко всему. Он будет расти везде. Даже в погребах, да, без солнечного света растет. Где угодно. И в Антарктике, и на югах, где хотите. Гриб – это такая вещь. Даже говорят, что у грибов есть, ну, не интеллект, да, а есть система знаков. То есть они на большом расстоянии могут... Давайте живой пример. Вот кедр сейчас по всей Сибири плодоносит. Объясните, каким путем, значит, скажем, молодое растение, взрослое растение, перестойное растение, по щелчку одновременно на всей территории Сибири начинает хорошо плодоносить. Хотя до этого 4-5 лет не плодоносило. Они что, договариваются между собой? Для чего это сделано, я понимаю. Для того, чтобы максимальное количество семян попало в землю. То есть их же кушают и птички там, и медведи все, и все. Если будем каждый год плодоносить, наши шишечки просто будут съедать. А когда их разово и много, все-таки достанется для того, чтобы распространить кедры и дальше. Но каким путем происходит этот сигнал? Как они передают? Это же, ну, они же не по звоночку это делают, у них будильника нет. Ну, да. Странная вещь. Вот, а у грибов то же самое. То есть ведь они, само тело гриба, да, то есть как по волшебному слову, да, то есть начинает на большой территории появляться. Вот. Могло же быть так, в начале месяца один, там в конце другой. А здесь одновременно большое количество. Это, конечно, очень интересно, нам пора заканчивать нашу беседу. У нас в гостях был Дмитрий Николаевич Беренюк, преподаватель Красноярского аграрного университета, охотовец. Всем вам желаем удачного грибного урожая в этом году, год урожайный. Поэтому вам осталось только отъехать подальше от города, от заводов, от раз, и собрать те самые грибы, за которыми вы будете тихо охотиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин